Не надо им следующее не давать. Объясняю свою позицию, почему. Не надо? Мы же не убрали. Не, я же женщина, я молчу. А что, гендерный признак в вопросах уборки, это самопревалирует или что? Я когда беды не говорю, это понятно. Уборка, мне кажется, все родные. Не увлекайтесь. Если мы не дадим, то тогда считайте, что вы наказали за то, что не выполнили свою функцию. А если мы дадим двойную сумму, то, извините за выражение, тогда попросят тройную сумму. Я просто понимаю, что это не надо идти, а на эти цели значат. Вопрос в том, что Леонидович поднимает, чтобы не было потрачено на другие цели. Это само собой. Я говорю, забрать и не давать. Поэтому... Ну, возьмите метелку и подниму. Да я предлагаю компромиссный вариант. Вот эти деньги, 4 миллиона, да? Вот пусть они у него останутся, но вот то, что они в бюджете себе 19-й год попросили, вот эти 4 миллиона оттуда убрать. Так не может быть, потому что это резервные кошты, которые... Ну, в общем, мы с вами понимаем, что это не плюс, а гений или в том числе, или в другое место, и вы будете решать позже. Посмотрите мне, пожалуйста, завтра выпадает снег. Ну, к примеру, до марта месяца лежит снег. Скажите, пожалуйста. А деревья садить в декабре? Понятно. Январь, февраль, март, что, будут механизированную уборку делать? Нет. А деньги эти будут выделены. И на какую-то школу, или на какой-то подвал у Паши Зоткина, там, канализацию поменять в зимнее время можно. Или бетоном залить какой-то фундамент. Их не будет, потому что уже их нет. Потому что они висят в воздухе и ждут своего времени, когда кто-то будет упирать механизированные рыжи. А потом еще это кто-то. Я с вами согласен. Если вот так невозможно, то ваш... Уважаемые коллеги, есть предложение.